Здоровья вам, мальчики и девочки, дяденьки и тетеньки и те, кто еще не определился! Аккумуляторы я больше не покупаю. Да и зачем покупать то, что валяется у вас буквально под ногами и является отходами самой массовой и вредной привычки? Да, ребятки, зачем покупать аккумуляторы, если вы можете воспользоваться пользой от вредной привычки? Сам я не курю и вам курить не советую. Если раньше после курильщиков оставались бычки, окурки и пустые пачки сигарет, валявшиеся на пляжах, скверах, возле скамеек, то теперь с внедрением новых технологий эти бычки, окурки и пачки сигарет превратились вот в такие металлические цилиндры. Да, это электронные сигареты, а там где электроника, там есть и источники питания. Именно эти источники питания, а точнее аккумуляторы, стали для меня источником питания для моих самоделок. Те самые литий-ионные аккумуляторы, которые многие покупают или заказывают, можно запросто, бесплатно взять из вот таких вот валяющихся повсюду электронных сигарет. Посмотрите, насколько большая у меня коллекция. Это ее часть. На самом деле, таких вот цилиндров разнообразных, квадратных, цилиндрических и сферообразных я нашел очень и очень много. И если раньше я подбирал вот такие вот негодные аккумуляторы и использовал их, то теперь вместо них я использую вот такие вот электронные бычки. Чтобы использовать электронный окурок в качестве источника питания вместо аккумулятора, разумеется, этот окурок надо разобрать. Разбираются некоторые легко, некоторые сложнее. Вот этот разбирается просто вот таким вот размыканием его корпуса. А что внутри? Давайте взглянем и посмотрим. Разобрав корпус электрического устройства для убивания вашего здоровья, я вытряхнул его содержимое вот на это блюдечко, без голубой каемочки. Хотя голубой антураж как раз им и является. Смотрим внимательно, что здесь есть. Конечно же, здесь есть вот такая губка, пропитанная ядом, который постепенно испаряется с помощью вот такой вот незамысловатой спирали. Я думаю, хорошо видно, это нагревательный элемент, управляемый вот таким вот очень интересным электронным устройством, похожим на микрофон. Но на самом деле это датчик потока воздуха. Когда курильщик всасывает в себя воздух вместе с ядом, ну точнее пытается всосать яд, этот микрофон чувствует поток воздуха, подключает батарею к вот этой вот спирали, спираль начинает нагреваться, а яд вот с этой поролонки начинает испаряться. Я не уверен, что это поролон, меня это не особо интересует, чем курильщики травят свои легкие. Меня же интересует только то, что внутри этого устройства находится вот такой вот хороший симпатичный цилиндр, который является свернутым в рулон литий-ионным мощным аккумулятором. Почему мощным? Ну потому что раскалять спираль, как у капитильника или паяльника, может только мощная батарея. Некоторые аккумуляторы я уже проверил, некоторые аккумуляторы хорошо зажигают лампочку, некоторые аккумуляторы вращают моторчик, а еще их можно применить в самодельных портативных устройствах. Да и что я вам рассказываю? Если вы покупаете или же используете литий-ионные аккумуляторы, то вы наверняка знаете, для чего они служат. И рассказ о том, как работают, как устроены и для чего можно применить литий-ионный аккумулятор, вы можете сочинить самостоятельно. Я же нашел средства и выгоду от вредной привычки тех, кто любит убивать свое здоровье, даже при помощи электронных сигарет. Понравилось это вам или нет, я не знаю, но свою пользу я от вашей вредной привычки, господа курильщики, уже получил. А на этом все, мальчики и девочки, господа и дамы. Живите здоровыми, бросайте вредные привычки, курить это все-таки вредно. Пока, ребята, и здоровья вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова